Да, смешно, правда? Вообще. Когда не знаешь, что ответить мне. Что это было? Не, просто с женой надо всегда соглашаться. Правильно, что есть правило такое. Ира что-то так смотрит на себя, что-то я поправила себя. Да. Она такая. Да? Что? Не-не-не-не. Надо знать, где соглашаться, где не соглашаться. Да, тут ты по привычке. Да, да. Япнул с утра, как-то не подумав. Не подумав. Всегда соглашаюсь. Не получил. Николь, ты идешь? Идем. Распаковку, Николька. Тут твоя распаковка. Твоя, я уже вижу. Доставай. А привет всем сказать? Скажи всем привет. Привет. Помаши ручкой. В общем. Что я такое? Я же не здороваюсь всем. Вместо конфет и шоколадок я покупаю памперсы. Все. Так и и скажи. Не будет никаких сладостей, пока ты не хочешь... Она тебя не слушает. Творог. 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 А тебе мало творога не могу понять? Мы же разморозили. Ну-ка мы запекаем. Ну это такой дежурный творог. Творог. Домашний. Творог. Партизан. Давай еще вот доставай. Я у тебя две пачки купила. Мог бы столько накупить вкусням. Не говори. Из-за тебя мы все страдаем. Из-за тебя все страдают. Даша вчера даже пришлось кексики самой печь. Да. Вот вам сахар и пеките. А дрожжи купил? Блин, дрожжи все время забываю. На синнабоны я все это... О, и молоком. Я сегодня мало купил. Вот одни все деньги ушли на памперс. А, и хлеба вот. Ну вот все. Лимит исчерпан на сегодня. Папа будет сейчас без вкусняшек покупать все. Только то, что надо покушать без излишек. Сказали, с детьми нужно разговаривать. Вот пока памперсы носишь, шоколадок и конфет не будет. Поняла? Ну вот и думай. Говорит, какать в горшок, тогда папа памперсы покупать не будет. Да. А будет покупать шоколадки, конфетки, бананки. Вот твои конфеты в памперсе. Вот они, вот они. Ай-яй-яй. Это резко переклинив, знаешь, а ты умеешь. Куда эти памперсы теперь девочки? Вот это последние две пачки. Памперсы нам всегда нужны. Ты меня поняла? Слушай, ты ее видишь в этом видео. Где мои конфетки? Я специально под шоколадку так красиво делась. Поговорили серьезно с тобой. И ты пообещала папе, да? Что это последние пачки памперсов. А потом будем покупать конфетки. Да? Ты пообещала? Обещай, Николь. Пообещай папе, скажи. Скажи, я буду писать и капать на горшочек. Ну что, Гиль, читай. По путем. Чуть не ударила, мне головой по губам тебе не разбила. Ладно, все. Влазь. Ку-ку. Это что за красота такая? Нет. Все, я сказала, нет. На свой крем. Иди. Все на меня лезет. Когда папа ругает, она меня начинает лупить, срываться на мне. Все, я пошел в холодильник. Кушайте, мадам. Да? Что вы там едите? О, омлетик едите? Ммм, классно. О, мама и папа тут такая красота. На тостике. Праздник приближается. В гуакамоле. Сворожный сыр. Маша тоже так кушает. У нас очень острый гуакамоле, поэтому Николька не ест. Попросить перчика добавила. А ты попробуй, давай. Кушай вкусно. Что скажешь? Скажешь. Еще бы. Только никак не могу яйцо нормально пожарить. Пока жарят тосты, яйцо уже зажарилось. Все, всем смачно. Ох, ты есть. О, с тебя падает. Вилочку дать. После вкусного завтрака что нужно сделать? Николька. Что нужно сделать после вкусного завтрака? Погулять. Выйти в огород. Мокрые, да? О, кака говорит. О, цветочки все. Надо цветочки уже домой забирать, наверное. Ночью холодно. Мы уже накрываемся теплыми одеялками. Уже пора цветочки. Девочки просят себе в комнату вазон. А я говорю, выбирайте любой, какой нравится. Потому что уже пора забирать цветочки. Вот это можно пересаживать уже в огород. Что, Сонночка? Ты хочешь на тачке? Ой, как хорошо зелено. Ну, просто сказка. Лето такое было жаркое, сухое. А осень. Это что-то с чем-то. Ой, какой Георгин красивый. Да, зайчик. Цветочки, цветочки радуют. Распускают. Уже начали продавать хризантемы. А я в этом году, Валерия, говорю, не надо покупать. Жалко. Ой, роса, да? Мокрая трава. Говорю, не надо покупать, потому что горят летом. Жалко. Надо сначала забор поставить, чтобы не горели. И потом можно будет подкупить, аллейку сделать. Нет воды. Ой, так мокро под ногами. Роса. Мокрая роса. Да, у нас одна туйка пропала за эту жару. Сгорела полностью. Я уже весну хочу. Черешню поесть. Ой, какая это же красота. Георгин красивый тоже. Ой, как мокрая. Надо косить уже. Да, Николь? Косить надо. Георгин, как красиво разросся. Это из семян, которые я сажала. Это чисто из семян. Английских. Один кустик выжил. Там пчелки. А мы в таких тапках, потому что ноги промокают. Там пчелки, да? А еще я вышла поискать рукколу. У нас в огороде вот эти желтые цветочки. Это все руккола. Я так хочу салатик один сделать. Но мне нужно много-много рукколы. Но я вижу, что можно найти, нарвать. Да? Это же руккола. Конечно, это руккола. О, кашлин, да? Ну, у нас уже хороший кашель. Продуктивный. А там желтый, видите, плодик. Хурма желтеет. Боже, это такая красота, оказывается. Три плода, но это столько восторга от них. Смотрите. Боже. Вот. Каждый день есть за что сказать Богу спасибо. Куда не глянешь. Везде красота. Вчера с детками вечером общались. Почему нельзя ворчать и быть всем недовольным. Как это не нравится Боженьке. Почему нельзя людей осуждать. Как можно поплатиться за осуждение. Веду с ними беседы. Да. Самое смешное, что сама понимаю, что делать этого не надо. И детям рассказываю. Детям рассказываю, а сама. А сама. Как и все мы. Ошибки повторяем. Да. Деревья красивые, да? Это что у нас? Яблонька. А смотри, вот этот гриб вырос у нас. Да, но где-то должны быть его яйца. Ну, типа полезный гриб. То есть это несъедобно. Это кака, да? Фу, кака. Он еще вонючий такой. А у него должны быть его эти яйца. Да, это как бы считается фалос. И где-то надо искать его яйца. Вот эти яйца как раз и съедобные. Идем гулять дальше. Раздетые полностью. В шортах. Октябрь. В Одессе еще купаются на море. Но мы уже убрали бассейн. Валерчик, вчера постарался. Убрал бассейн. Умничка. Потому что нам уже он не нужен. Ой, какая красота. Ой, люблю октябрь. Очень сильно. Да, за красоту цветов. И за то... Не, выйди из травы. Выйди из травы. Мокрые. Ой, наболтала вам тут уже. На пять минут. Нет. Да. Все, нет бассейна. Уже просыхает там все. Осталось нам помидорки убрать. Помидоры надо убрать, Николь. И Валерий говорю, надо что-то с базиликом делать. Он такой сочный. И если будет холодно, то он пропадет. Так? Нет, это не как. Это ням-ням. Надо убирать. На это не надо переодеться. То есть слишком красивые. И мокрые еще. Вот сколько грязи собралось. Надо, чтобы просохло, потом это почистится. И тут Валера. Боже мой, что у нас творится? Мы гуляем, да? Гуляем, дышим в воздух. И что такое? И что такое? Надо гулять. Смотри, сколько места, видишь? Можно бегать. Смотри, сколько места. Побегать, Николь. Там такой перец красивый растет. Там такой перец красивый растет. Мы сегодня его ели. И жалко вырывать. Интересно, его в вазон тоже можно? Но я пересаживала в вазон. И он дома некрасивый становился. Пускай будет. Сколько будет. На следующий год опять посадим. Будем кушать. Обязательно вот эти помидорчики посажу. Вот эти мои любимые. И черрики тоже посажу. Это же мои любимые. Оказались. Покажи мне красивый вазончик с цветами. Это гвоздички, которые спаслись. Из тех гвоздик, которые накупила 10 штук, спаслись вот эти 4. Красивые? Да. Красивые. Понюхай. Будешь нюхать? Молодец. Ну, понюхай. Красиво, да. Сейчас погода хорошая. Им нравится гвоздичкам. Не знаю, оставлять тут их на улице или домой забирать. Что-то я не понимаю. Это уличные или домашние? Ой. Одна бегония тоже осталась. Не, у меня там есть еще бегония? Я их домой заберу. А этот не знает, что с этим делать. Ну, такая красота, да, да? Ну, как красиво. И тепло, как весной. Хоризонтемки цветут. О, а лук какой шикарный. Лук шикарный, шикарный. Мама довольна, как слон. Николь, мама твоя довольна, как слон. Ира не может, чтобы что-то не учудить. Мы тут начали немножко убирать огородик с Николькой. Николька как в лесу ходит через эти помидоры. Николь. Все, половину сделали нормально. Уже некуда складывать. Папа вывезет. Не знаю. Или в кучу нашу, не знаю. Или вывезет куда-то. Еще половинку убрать осталось. Помидорок. И тут уже будет чисто. И надо подумать, что с базиликом делать. Валера говорит, о, будет дорогое песто. Ну да, будет дорогое песто. Оливка маслом. Дорогое. Вот это перчик какой красивый. Перчик убирать не буду. Ой, помидорки тоже красивые. И будет видно. Георгины красивые. Что ты там нашла уже? Какус ела? Питаешься, да? Говорят, дети голодные. Не доедают. Вышла в огород, поела. И хорошо. О, пасется. Ты зеленую сорвала? Зеленая кака, да? Красную бери. Красивую выбирай. Надо Валеру позвать. Если он выйдет, вывезет, то я да убираю. Хотя у него были свои планы. Не сильно хочется его нагружать. Но мне бы, конечно, хотелось уже сегодня дособирать помидорки. А завтра, может быть, с пазеличиком разберемся. Если дома не будет работы дополнительной. Ну что вы. На следующий год тут посадим, я думаю, что лук и чеснок в этом месте. Дай бог жизни нам. Николь, осторожно, там роза. Что-то не поранилась. Ну что, мы это сделали. Мы с Николькой собрали все помидоры. Ну, кроме тех маленьких кустиков. Пускай будут черрики нам еще. Да, на завтраке. Николь себе тоже ведерко собрала. Покажи. И Николь себе отобрала помидорки. Это можно на семена. Вот это можно на семена отложить. Но она уже их это лопнула. Все. Какие выводы я могу сделать по помидоркам. Классные вот эти черри. А-ля комнатные. Потом черри такие длинные. Мне понравились. Высокие. Я себе там отложила пару помидорок на семена. Но самые крутые это вот эти ребристые. Во-первых, урожайный сорт. Во-вторых, вкусные. Много и долго-долго плодоносят. И стрессоустойчивые. Не болеют. Просто обалденные. Я тут оставила зеленые. Не знаю, дойдут или нет. Ой, ветер сорвался. Оставила зеленые. Посмотрим, дойдут или нет. Красные заберу домой. Мы съедим. Супер помидорки. Обалденные. Наталья, вам огромное спасибо. За такую красоту. Сливки немножко нет под наш климат. Они внутри такие пустые. Жарко им было. Мучились, болели, осыпались. Вот сливки нам не подошли. Вот такие кругленькие были помидорки. Тоже нам не подошли. А вот этот сорт просто сказка. Они как будто пластмассовые. Обалденные урожаи. Вот урожай. Ир собрал урожай. И вот сколько. И вот сколько всего. Ну все. Грядочка наша освободилась. Осталось только нам с Валерой базилик перебрать. И все. Закончили с помидорами в этом году. Спасибо за лето такое прекрасное. Спасибо за урожайчик. Мы довольны. Идем посмотрим, что папа делает. Идем. Я уже ноги помыла. Все помыла. Руки помыла. Можно прогуляться. Кто там идет за нами? Оль, закончились уроки? Нет. А что так? Я просто не впускаю. Как это просто не впускаю? А ну иди просись. Папа. Что ты делаешь? Калитка. Так, у нас же была калитка. У нас была калитка. А теперь будет правильно? Я надеюсь, что будет. Хорошо. Идем, Николька. Тут ветер. Идем, зайка. Это папин хвостик. Идем. О, мы с Николькой молодцы. И поубирали. Даша, по-моему, на с посудой. И стирку вывешали. И новую закинули. И слава Богу, у нас супчик был на обед. Так что готовить не надо. А еще у нас есть куриный фаршик. Это на ужин до кашки будет. Так что мы сегодня, можно сказать, что будем отдыхать. Справились. И в огороде, и дома. Молодцы. Молодцы. Кто такой красивый? Сумочка там застряла, да? Тоже надо засунуть в маленькую и большую сумку, да? А в сумке еще шесть там. А, это одежка. Для младенчиков. Ой, какая красота. Одежка для младенчиков. И там мы все раздавали для малышей. А вот такие малюсенькие оставили для кукол. Коментатель таких совсем, совсем крошечек. Куколкам, пупсикам. Колька, это ж ты такая была. Совсем маленькая родилась. Кто помнит Никольку? 49 сантиметров или 48. Она уже запуталась. Такая малюсенькая. Так долго не росла. Мама молочка не хватала на нервах, да? А сейчас какая выросла. Выкормили. 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 Щеки какие. И снова распаковка. Так как Валера занят, но нам нужны продукты, то Валере пришлось бегать быстренько в магазин и поможет нам распаковать Ольга. Колбаса. Колбаса. Вкусная. Это на оливьешку. Я же отварила овощи. И так захотелось оливьешки. И еще раз колбаса. Это непонятное. Майонез. Что написано? Право ансаль? Что-то непонятное. Ты читать умеешь? Да. Сметана. Молодец. Яйца нам нужны. Тоже молодец. Сметана на запеканочке. Сметана. О, сметаны много не бывает. Масло. Масло. Класс. Масло. И еще масло. Оля. Хлеб. О, хлеба много не бывает. Хлеб нам всегда нужен. Ольга. Это дрожжи. Оля. Повар говорит. Дрожжи. Нам Даша пообещала, что приготовит синнабоны. Вот мы и накупили дрожжи. Все? Это уже тот чек. Спасибо, Ольга, за помощь. Ты наш распаковщик. Вот сюда кидай. Как Николь. Вот так. Прык. Спасибо, дорогая девочка. Вот такая небольшая распаковочка. Нам надо было на оливьешку, майонез, колбаску, яйца. Вот. Как-то хочется таких салатиков. Вредных. Валерчик. Ночь на дворе. А ты только обедаешь. Нет, они мне говорят, ешь гороховый суп. Да. А себе смотрите, что они приготовили. Нет, мы за тебя переживали. Что? Тебе специально оставили. Спасибо. Чтобы ты поел гороховый суп. А себе праздник устроили. Ну, а себе уже как-то это... Ну, это скромно. Новый год как бы... Да, тазик оливье сделали. В октябре у них Новый год, понимаешь. А мне гороховый суп. Это чтобы тебе больше горохового супа досталось. Пожалуйста. На здоровье. Вкусно?